Привет, меня зовут Михаил и вы на канале Django School. В этом видео мы рассмотрим следующие темы. Настроим приложение в Google консоли для авторизации, напишем приложение для авторизации на сайте через Google, реализуем создание Jot и настроим автогенерацию документации нашего API. Итак, давайте реализуем авторизацию через Google. Для этого нам нужно перейти в консоль Google, ссылка будет в описании. Для этого вам понадобится аккаунт в Google. Перейдя в консоль Google, слева в меню выберите пункт Credential. В открывшемся окне сверху в меню нажимаете Create Credential. Здесь из списка нам нужно выбрать Auth Client ID. Затем нужно выбрать тип нашего приложения, в нашем случае это будет Web Application. Далее, вам нужно указать имя вашего приложения и в разделе, где у нас указана авторизация JavaScript, вам нужно указать ваш Local Host. В нашем случае это будет HTTP Local Host 8000. И нажимаем создать. Так, я допустил ошибку. Нажимаем Create. В появившемся окне у нас будет с вами Client ID и Client Secret. Чтобы в будущем посмотреть на Client ID и Client Secret, нажимайте на имя вашего приложения, и справа вверху они будут у вас указаны. Также здесь вы можете изменить адрес вашего хоста. Теперь нам нужно с вами в директории Templates создать еще одну директорию с именем нашего приложения, в нашем случае это Auth. В данной директории нам нужно создать два файла HTML. Это Google Login и Spotify Login. Давайте начнем с Google Login HTML. После создания файла, вверху, в разделе Tag Ahead, вам нужно прописать тег Meta, в котором вы укажете атрибут Name, будет Google Shinging Client ID, и атрибут Content, в котором нужно указать Client ID того приложения, которое вы только что создали в Google консоли. Для того, чтобы реализовать авторизацию через Google на клиентской стороне, мы будем с вами использовать библиотеку от Google. Перед закрывающим тегом body разместим тег скрипт, в котором будет указано, откуда нужно загрузить данную библиотеку. Она будет загружаться у нас с сервера Google. Более подробно о данной библиотеке вы можете найти в документации, ссылка будет в описании. Теперь давайте напишем div, в котором будет располагаться кнопка авторизации через Google. Итак, пишем div, у которого будет ID MySignIn. Далее здесь мы с вами напишем JavaScript, который будет принимать запрос от Google и отправлять данную пользователю на наш бэкэнд. Ну а перед этим, давайте напишем код, который позволит нам отобразить данную страницу. В директории нашего приложения создадим файл urls.py. Итак, напишем from Django urls import path. Я хочу сделать так, чтобы у нас было два файла views. Один файл views будет отвечать за наш API, а второй за авторизацию пользователя. Итак, в нашей директории приложения я создам еще одну директорию и назову ее endpoint. Файл views перенесу в директорию endpoint. И в директории endpoint создам еще один файл, назову его authView. В файле authView мы будем с вами описывать все, что касается авторизации пользователя, то есть его логин. Давайте для начала напишем функцию рендеринга нашей страницы с кнопкой входа через Google. Итак, здесь я буду все писать на функциях. Давайте напишем функцию google login. Здесь мы будем с вами принимать request по умолчанию. Давайте оставим комментарий, что у нас это такое. Страница входа через Google. И здесь мы будем с вами возвращать рендер нашей страницы. Итак, пишем render request адрес к нашему шаблону. Наша директория auth. google login.html. Так, поправим. Так, отлично. Теперь нам нужно в наших URLs импортировать наши views. Пишем from. Импортируем из директории endpoint наш файл views и файл authView. Давайте переименуем authView на authViews. Итак, опишем наши URL. Пишем urlpatterns. Создаем список. И здесь укажем, что при входе на главную страницу мы будем с вами запускать нашу функцию google login. Теперь откроем файл urls в нашей директории config. Уберем здесь все лишние комментарии. Давайте сразу импортируем include. И пропишем еще один путь, что когда мы будем заходить на главную страницу, мы с вами здесь подключим url из нашего приложения авторизации. Так, отлично. Перейдем теперь в браузер и обновим страницу. Получаем ошибку о том, что шаблон не был найден. Давайте посмотрим, в чем у нас ошибка. Так, проверю имя файла. Да, я допустил ошибку в имени файла. Переименую файл. Так, вернусь в браузер и обновлю страницу. Все, теперь наш url срабатывает. Давайте приступим к написанию самого JavaScript. Открою тег script и сюда из документации вставлю функцию. Данная функция у нас будет срабатывать по той причине, что мы с вами подключили библиотеку от Google. Она будет рендерить кнопку для входа через Google в наш div.milesignin. Здесь у нас указано следующее. Scope. Нам нужно будет получать профайл и имейл. Далее мы задаем ширину и высоту нашей кнопки. Тему, которую мы с вами выбираем. И что будет происходить при удаче и ошибке авторизации. При удаче мы будем запускать функцию onSuccess. При ошибке функцию onFailure. Давайте напишем функцию, которая будет вырисоваться, когда у нас будет происходить ошибка. Данная функция будет принимать аргумент error. И при срабатывании она будет просто в консоль выводить нам нашу ошибку. Теперь давайте напишем функцию, которая будет срабатывать, когда у нас будет с вами успех. Функция onSuccess будет принимать у нас аргумент Google User. В данной функции мы будем с вами получать пользователя Google. И нас здесь будет с вами интересовать его имейл. Также Google будет передавать нам токен. Данный токен мы должны будем передать на наш бэкэнд. А наш бэкэнд передать его Google на подтверждение. И если этот токен действительный, тогда мы создаем такого пользователя и авторизуем его. Если такой пользователь уже был создан, мы просто его авторизуем. Создадим переменную profile. И из нашего Google User будем вызывать getBasicProfile. Таким образом мы будем получать имейл нашего пользователя. И давайте в консоль мы выведем надпись email и profile.getEmail. Таким образом мы получим имейл нашего пользователя. Теперь давайте создадим переменную токен. И у нашего Google User вызовем getAuthResponse. И здесь у нас есть с вами ID токен. И также давайте это дело выведем в консоль. Итак, здесь заменим на токен. И просто скопируем, будем выводить наш токен. Теперь давайте посмотрим в браузер. Здесь мы с вами видим, что у меня уже есть некий email и токен. Это происходит по той причине, что у меня уже есть куки от Google. И соответственно он автоматически меня авторизует. Вот здесь они сохранены. Их можно удалить. И тогда Google не будет автоматически авторизовывать. Нажимаем на кнопку войти. У нас появляется всплывающее окно с авторизацией. Мы здесь можем выбрать аккаунт Google, через который хотим подключиться. И видим, что теперь в консоль у нас возвращается email нашего аккаунта и токен, который передал нам Google. Этот email и токен мы должны будем передать с вами на наш бэкэнд. Если в консоли будет отображаться ошибка от Google, что ваше приложение не может подключиться, то вам стоит для начала проверить ваш локальный адрес. И также вы можете попробовать почистить кэш браузера. Теперь давайте напишем отправку наших данных на бэкэнд. Для отправки мы будем использовать fetch. Здесь мы будем указывать URL. Впишем его потом. Дальше для параметров мы должны передать объект. Первым параметром у нас будет метод отправки. В нашем случае это post. Затем мы с вами укажем заголовки и какой контент-тайп у нас будет. Контент-тайп. В нашем случае это будет JSON, application, JSON. Так, ошибочка. Application, JSON. И также укажем charset.utf8. Следующим параметром у нас будет body, то есть тело нашего запроса. Здесь с помощью JSON и метода stringify мы будем преобразовывать наши данные. Итак, что мы будем отправлять? Это email. Забираем наш профайл getEmail. И второй это токен. И токен, который нам прислал Google. После того, как мы отправим запрос, наш сервер вернет нам ответ. И здесь с помощью метода then мы должны будем принять response и преобразовать его в JSON. В чем заключается наша идея? Мы отправим на бэкэнд данные о нашем пользователе. Это его email и токен. Наш бэкэнд запросит подтверждение у Google валидности токена. И если этот токен будет валидный, тогда мы с вами создадим нашего пользователя. Если такой пользователь уже существует, мы просто его получим из базы данных. Затем мы создадим для нашего пользователя токен. Будем использовать JWT. Данный токен мы вернем на клиентскую сторону. Таким образом мы сможем получить токен и тестировать наш API. Итак, после того, как мы данные сервера преобразовали в JSON, мы можем теперь эту информацию вывести в консоль. Здесь у нас будет приниматься аргумент data. И в консоль мы будем выводить ID пользователя и его токен. Как это у нас будет выглядеть? Итак, мы выводим ID. Это будет у нас data user id. На следующей строке мы будем выводить токен. И это data access token. Так, что теперь нам нужно сделать? Нам нужно написать in-point, который будет принимать наш запрос, чтобы сюда прописать его URL и проверить его работу. Итак, как у нас это будет все срабатывать? После того, как нам Google отдаст ответ, запустится автоматически функция onSuccess, и наш запрос автоматически уйдет на backend. Перейдем в файл AuthView. И здесь мы будем описывать то, каким образом мы будем принимать эти запросы и авторизовывать нашего пользователя. Напишем функцию, которая будет называться Google Auth. Здесь она принимает argument request. Обернем нашу функцию в Decorator API View. Это будет у нас post-запрос. Давайте его импортируем. Импортируется из REST Framework Decorators. Здесь нам потребуются сериализаторы. Давайте в директории нашего приложения создадим новый файл Serializers.py. Так, здесь из REST Framework мы с вами импортируем Serializers. Плюс напишем класс для сериализации данных, которые будут приходить нам с клиентской стороны. Так, это будет у нас класс Google Auth. Наследуемся мы от Serializers Serializer. Так, давайте оставим комментарий. Сериализация данных от Google. Здесь нам потребуются два поля. Это email, Serializer Email Field и токен. Это будет обычный ChartField. Serializer ChartField. Вернемся во Views. И здесь импортируем наш сериализатор. From, выходим из нашей директории. Import File Serializer. Продолжим писать логику нашей функции. Давайте оставим комментарий. Так, лишнего берем. Подтверждение авторизации через Google. Теперь нам нужно сериализовать данные, те, которые нам пришлет клиентская сторона. И проверить, валидны ли эти данные. Теперь, создадим переменную google.data. И здесь, вызывая наш Serializer, класс Google Auth, мы передадим данные из нашего пост-запроса. В аргументы data укажем request.data. Теперь мы должны проверить валидность наших данных. Если google.data is valid, мы будем авторизовать нашего пользователя. Иначе мы должны будем вернуть ошибку. Здесь мы будем с вами возвращать authentication failed. Импортируем данные exception. Импортируется он из REST Framework Exceptions. Итак, давайте здесь напишем код нашей ошибки и сообщение. Код ошибки 403. И в аргумент detail передаем наше сообщение BadDataGoogle. Теперь нам нужно реализовать проверку токена, который к нам приходит с клиентской стороны. Для этого в директории нашего приложения создадим еще одну директорию Services. В этой директории создадим файл google.py. Перед тем, как начнем писать логику, давайте установим библиотеку. Откроем консоль, pip install google.auth. Данная библиотека позволит нам общаться с google без лишних заморочек. Напишем функцию check.google.auth. В данную функцию мы будем передавать данные от google. Напишем аргумент google.user. Укажем тип. Нашим типом будет это наш сериализател google.auth. Так, давайте его сюда импортируем. Из библиотеки google мы с вами должны импортировать ID токен. Итак, from google.auth.to.import.id.token Так, напишем блок try, в котором будем вызывать ID токен. Verify auth.token И здесь мы должны будем с вами передать из нашего google.user.token И также нам нужен здесь респонс. Нужно его импортировать из библиотеки google. google.auth.transport.request И передаем request. Request Так, опишем блок accept. Если у нас будет ошибка value error, то мы с вами должны будем вернуть ошибку. Давайте скопируем наш exception. Импортируем его. И изменим само сообщение. Bad.token.google И вместо return будет race. И если у нас ошибки не будет, тогда мы создадим пользователя или заберем его из базы данных. Создадим две переменные user и нижнее подчеркивание, так как мы будем получать с вами кортеж. Далее импортируем нашу модель auth.user. И здесь вызовем метод get.or.create И будем определять нашего пользователя по email, так как он у нас уникальный. И пишем google.user.email И дальше мы должны создать токен для нашего пользователя. Создадим еще один файл в нашей директории сервисов. Назовем его baseauth.py Здесь мы будем с вами создавать токены для наших пользователей. Установим еще одну библиотеку, которая называется pyjot. С помощью данной библиотеки мы будем создавать и проверять токены наших пользователей. Импортируем сюда библиотеку jot. В настройках пропишем еще две настройки. Это время жизни нашего токена и алгоритм, с помощью которого мы будем его шифровать. Итак, это алгоритм нашего шифрования. В нашем случае hs.256 И время жизни нашего токена. Access.token.expire.minutes И здесь мы с вами 60 умножим на 24. То есть предполагаем время жизни нашего токена сутки. Из Django.conf инпортируем settings. И теперь напишем функцию для создания токена. create.token. Народная функция будет принимать user.id. Это будет integer. Так, давайте оставим комментарий. Создание токена. Напишем переменную access.token.expires. Здесь мы будем хранить время. Итак, это у нас будет time.delta. Импортируем time.delta из date.time. И здесь указываем минус, который заберем из наших настроек. И возвращать мы будем с вами словарь. Первый ключ у нас будет user.id. Указываем user.id, который к нам передали функцию. Далее у нас будет access.token. Сейчас мы здесь с вами его опишем, пока оставим пустым. И третий ключ это token.type. В нашем случае это будет токен. Теперь давайте напишем функцию, в которой будем создавать наш access.token. Напишем функцию create.access.token. Сюда мы будем передавать data. Это будет у нас dict. И expires.delta. Это будет time.delta. По умолчанию none. Оставим комментарий. Создание access.token. Так, какие данные мы будем принимать в нашей функции? Давайте create.access.token функцию поместим в наш словарик. И передадим два аргумента. Data это будет словарь, в котором ключ и значение это будет user. А второй аргумент, expired.delta, это будет наш access.token.expires. Так как data это у нас словарь, давайте мы его скопируем и занесем в переменную toInCode. Если expires.delta is not none, тогда мы создадим с вами переменную expire. И вызывает date.time. Давайте его импортируем. Date.time. Date.time.utc.now. Плюс expired.delta. Таким образом мы узнаем, когда наш токен истечет. В сегодняшнее время плюс то, которое мы с вами указали. Если expired.delta будет none, тогда мы воспользуемся time.delta и по умолчанию установим 15 минут. Также мы могли сократить здесь код и просто указать по умолчанию в аргументах 15. Или вынести это в настройки. Теперь давайте обновим наш словарь toInCode. Вызываем метод update и передаем в него новый словарик. Здесь у нас будет два ключа. Это exp, где мы укажем expire. И второй ключ это sub. В нашем случае это будет access. Теперь давайте создадим сам токен. Создадим новую переменную encode.jot. И вызывая из библиотеки jot.encode, передадим сюда словарь toInCode. Вторым аргументом передаем наш secret key из настроек. И алгоритм шифрования. Тоже из настроек. И будем возвращать с вами наш токен. Что мы с вами сделали? Мы будем создавать токен с помощью библиотеки jot, который будет жить 15 минут или сутки. И будем с вами возвращать данный access токен. Вернемся в файл Google. Импортируем сюда наш файл base.off. И будем возвращать токен base.off. Вызываем нашу функцию createToken и передаем ID пользователя. Которого мы с вами получили из базы данных. Вернемся в наш views. И вот здесь после валидации нашего сериализатора давайте вызовем функцию check.google.off. И передадим сюда данные из нашего сериализатора. Google.data. Давайте ее импортируем. Так, и данная функция будет нам возвращать токен. И теперь будем возвращать с вами response. Return response. И будем передавать токен. Также импортируем response. Импортируется он из resframwork.response. Теперь давайте разберемся, что мы с вами реализовали. Мы будем получать данные с клиентской стороны и передавать их в наш сериализатор Google.off. Здесь мы будем проверять, чтобы у нас был валидный email и токен. Далее, после того, как мы проверили его на валидность, мы будем это дело передавать в check.google.off. Здесь мы запросим с помощью библиотеки Google подтверждение, что токен валидный. Если он валидный, мы будем или создавать пользователя, или получать его из базы данных по email. После того, как мы получим объект юзера, мы передадим его ID в функцию createToken. Данная функция нам вернет с вами словарь. Давайте укажем, что наша функция тоже будет возвращать словарь. Теперь заглянем в функцию createToken. Здесь мы принимаем с вами ID пользователя. Это intовое значение. Она также у нас возвращает словарик. Здесь с помощью timeDelta мы будем с вами формировать время, которое должен жить в наш токен, забирая его из настроек. И будем возвращать словарь, где укажем ID пользователя, accessToken и tokenType. AccessToken мы будем с вами генерировать с помощью функции createAccessToken, в которой будем передавать два аргумента. Это словарик и время жизни нашего токена. В словаре у нас будет ID пользователя, а время жизни, то, которое мы с вами забрали из настроек. В функции createAccessToken мы копируем полученный словарь. Далее мы проверяем, пришло ли нам с вами время. Если оно было передано, тогда мы к нынешнему времени добавляем то время, которое к нам передали. Если это время не было указано, то есть оно нам, тогда мы к нынешнему времени прибавим просто 15 минут. Таким образом мы узнаем время жизни нашего токена. Далее мы обновляем наш словарь toEncode, добавляя в него время жизни и sub это access. С помощью библиотеки Jot мы будем с вами генерировать токен. Вызывая encode, мы будем передавать три аргумента. Сформированный нами словарь, затем мы из наших настроек заберем secretKey и алгоритм шифрования. И вернем с вами сгенерированный нами токен. Таким образом в ключ accessToken мы положим с вами наш токен. Полученный словарь мы с вами отдадим на клиентскую сторону. Теперь для функции Google Auth давайте мы напишем с вами URL. Перейдем в файл URLs. Здесь я скопирую наш путь. И в адресе добавим Google. И это будет наша функция Google Auth. Теперь данный URL мы должны с вами прописать в нашем запросе Fetch. Пропишем адрес HTTP, localhost 8000. И здесь у нас будет Google, но не совсем. Это API, v1, далее auth и затем Google. Теперь перейдем в наш главный файл URLs. И здесь пропишем еще один путь. Это будет у нас с вами API, v1. И здесь мы будем импортировать не URL нашего приложения, а некий файл routers. Нам нужно будет его сейчас создать. Теперь в нашей директории SRC давайте создадим еще один файл. Это будет routers.py. Я скопирую сюда заготовленный заранее код. Это настройки для автогенерации документации и URL. Давайте сюда импортируем все нужные нам зависимости. Они импортируются у нас из данной библиотеки. Также нужно импортировать permissions из Django Ress Framework и пути из Django. Здесь мы с вами описываем схему нашей документации. Это будет у нас OpenNPI, title, audio library. Далее у нас указывается версия нашего API. Также можно указать описание. У меня, к примеру, что это использование Django Ress Framework. И ссылочка контактов на мой канал. Далее публично или нет наша документация и какие разрешены нам permission. Permission мы забираем из Django Ress Framework. Далее у нас указаны URL, по которым будет доступна наша документация. Давайте пропишем еще один путь. Это будет у нас off. Здесь мы будем с вами инклюдить. Давайте сделаем import include. Мы будем делать include URLs из нашего приложения off. SRT of URLs. Перейдем в наш корневой файл URLs. И здесь теперь мы должны с вами подключить наш файл routes. SRT routes. По этому пути будут доступны все наши API. Данный URL мы с вами сделали для того, чтобы авторизоваться для тестирования API. Также давайте еще добавим в наш файл Google. Там, где мы с вами проверяем токен от клиентской стороны. Третьим аргументом передадим Client ID нашего приложения, которое мы создавали в консоли Google. Перейдем в файл настроек. И здесь пропишем Google Client ID. Google Client ID. И указываем ID нашего приложения. Оно должно быть строкой. Вернемся в файл Google. И импортируем сюда из Django настройки. Django. Conf. Import Settings. И передадим наш Client ID. Settings. Google Client ID. И давайте еще кое-что поправим. Вернемся в наш файл views. И здесь, где мы передаем с вами Google Data. Наш данный сервизатора. Нам нужно вызывать свойства Data. И передавать эти данные в нашу функцию. Тогда мы сможем с вами забрать эти данные по ключу. Давайте перейдем в браузер и попробуем авторизоваться. И мы видим, что у нас был пользователь создан и получен JOT токен. Теперь мы можем воспользоваться данным токеном. Давайте перейдем в административную панель и посмотрим на наших пользователей. Отлично. Мы реализовали с вами возможность авторизации пользователя через Google. В следующем видео мы с вами сделаем возможность аутентификации пользователя по JOT. Если будут вопросы, задавай их в комментариях или в нашей группе Telegram. Ссылка в описании. Также не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok